Впервые в Черкесске открылась тактильная музейная выставка. Все желающие могут прикоснуться к мировым достопримечательностям в уменьшенной копии. Этот проект победитель грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Подробности у Альбины Курочиновой-Кенжевой. На выставке представлено 30 объемных тактильных экспонатов, среди которых копии мировых архитектурных достопримечательностей, исторических памятников регионов СКФО, Аланские храмы и другие. Организаторы говорят, уникальность выставки в том, что все экспонаты можно потрогать руками. То есть люди с нарушениями зрения могут на ощупь оценить, как выглядит, например, лондонский Биг Бен, Эйфелева башня, американская статуя свободы, знаменитый Колизей, великий Тадж-Махал, Московский собор Василия Блаженного, египетские пирамиды и буддистские храмы. Мероприятие для нас знаковое, потому что открывает, я думаю, новую страницу в искусстве, в творчестве, которая отдельно уже начинает прицельно работать на тех, кому обычные, к сожалению, картины недоступны. Цифровые технологии сейчас настолько позволяют даже незрячим людям представлять окружающий мир. И вот 3D-принтеры, 3D-технологии, конечно, позволяют не только, потому что описание – это одно, как говорят, технокомментированное, когда человек своими пальцами ощущает объект, ну, даже любой, это очень здорово. Шагнинский храм, соборная мечеть Черкесска, Горянка из Карачаевска, а также памятник Лермонтову в Кисловодске со срока из Нальчика даже не скажешь, что напечатано все на 3D-принтере. Присутствующие говорили, что это как виртуальное путешествие по странам и городам. Многие из нас, неважно, независимо от того, есть проблемы с зрением или нет, мы все с вами любим путешествовать, мы все хотим больше узнавать о тех или иных бесприлучательностях архитектурного, скульптурного наследия. Но не всегда у нас это получается, не всегда это бывает возможным в силу разных обстоятельств. И вот та выставка, которая сегодня здесь развернулась, она помогает, с одной стороны, всем нам, в принципе, увидеть, узнать, что есть такие архитектурные жемчужины. Ежедневно в определенное время экскурсии будет проводить Тифло-комментатор. Каждый экспонат сопровождает табличка с описанием шрифта Брайля. Кроме того, зал, где проводится выставка, оборудован тактильными плитками, а стол с экспонатами огражден перилами. Организатор выставки – благотворительный фонд «Помощь». Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник является партнером проекта. Выставка будет интересна любому обывателю, а вход на экспозицию свободный. Все, кто хочет прикоснуться к мировым достопримечательностям, можно сделать это до 13 ноября. Альбина Курачинова, Кенжио, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия.